Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вот и подходит к завершению обзор передатчика радиолинк Т10. Сегодня у нас финальный пункт меню для этой аппаратуры. Сегодня рассмотрим функцию замедления сервоприводов. Наверняка многие замечали, что, скажем, для закрылков, на выпуск шасси, на открытие лючков мы используем замедление. Подобная функция есть и в этой аппаратуре. Очень удобно, чтобы, скажем, те же закрылки выходили более плавно. Чтобы не было резких рывков, модель в полете не подбрасывала при резком выпуске закрылков. Такая функция действительно полезна. Не только хорошо смотрится плавный выпуск механизации, но и позволяет более четко контролировать модель в полете. Вот эту функцию мы с вами сегодня и разберем. Идем в меню и финальный пункт дополнительного меню. Это серво-делей. На самом деле, опять же, это замедление, а не задержка сервоприводов. Задержек здесь нет. Здесь мы видим все основные каналы. В данный момент включен 10-канальный режим, поэтому 10 каналов, если активируем 12-канальный, соответственно, их будет на два больше. И для каждого канала мы можем выставить процент скорости реакции сервомашинок от того, как мы двигаем стики, переключаем тумблеры и тому подобное. 100% это, соответственно, максимально возможная скорость. В отличие, кстати, от задержки канала газа, там чем больше цифра, тем медленнее будут изменения в канале. Здесь наоборот. 100% это максимальная скорость. Если ставим процент меньше, соответственно, у нас будут отклонения в этом канале более плавными. Он поставлю 35% для канала элеронов. И посмотрим, как будет реагировать первый канал. Так вот, первый канал. Резко отклоняем стики. Видите, изменения идут довольно-таки плавненько. Для чего может использоваться, ну, помимо механизации, такая задержка? Если по какой-то причине вам нужно сделать управление более затянутым, не таким резким. Тоже можно вместо уменьшения скорости сервомашинок и установки, соответственно, менее скоростных машинок просто замедлить их программно. Вернем сейчас замедление на элеронах на базовое значение и переключимся, например, на пятый канал. Он же полетный режим, он же шасси по умолчанию. И выставим здесь минимально возможное значение. Посмотрим, насколько замедляется переключение сервомашинок при нуле процентов скорости. Снова идем в сервомонитор, пятый канал. И вот у нас настроен на тумблер. Видите, довольно плавное изменение идет. Около пяти секунд идет перекладка из одного положения в другое. Такое замедление очень хорошо использовать для закрылков, для механизации крыла, для лючков каких-либо. Но, к сожалению, в этой аппаратуре нет возможности настраивать задержки, поэтому, скажем, какие-либо функции, которые требуют последовательных действий от механизации, здесь настроить невозможно. Но сделать красивый выход закрылков, либо еще что-то на модели активировать, на машинке, например, дверки можно плавно открывать, капот поднимать или еще что-то такое, эта функция вполне позволяет. Ну что, друзья, рассмотрели мы с вами меню передатчика радиолинка Т10. Особых отличий от его младшего собрата АТ9С здесь нет. Функционал, программный функционал этих аппаратур практически одинаковый. Да, есть изменения во внешнем облике, добавилась дополнительная крутилочка, но в основном программные функции, программные возможности этих передатчиков идентичны. Ну, а на этом курс по аппаратуре радиолинка Т10 у нас завершен. Теперь мы ждем ваших вопросов. Если что-то было непонятно в наших объяснениях, если вы не смогли настроить какие-то режимы, какие-то функции в этой аппаратуре, пишите в комментариях под видео, мы все эти вопросы собираем. Еще некоторое время вам для формулировки этих вопросов мы даем. Ну и затем снимаем видео по ответам на ваши вопросы, по конкретным вашим ситуациям. Если нужно настроить на этой аппаратуре какие-то непонятные моменты для вас, пожалуйста, у вас есть возможность получить конкретный ответ на конкретную вашу проблему. Ну и, конечно же, если этот курс был вам полезен, если вы нашли для себя важную информацию, если хотите видеть обзоры других передатчиков, других аппаратур, поддержите нас лайком, поставьте палец вверх. Вам это ничего не стоит, ну а мы видим, что подобные обзоры вам интересны, полезны. И ваши лайки мотивируют нас на дальнейшую работу по обзору аппаратур. Также не забывайте про то, что мы присутствуем практически во всех популярных социальных сетях, есть наши группы. Вопросы вы можете задавать не только здесь в YouTube, но и на любой популярной платформе, где мы зарегистрированы. Эта аппаратура у нас занимает свое место на полке, ну а мы ждем нового передатчика и новых обзоров на канале, где мы подробно рассмотрим все функции той аппаратуры, которая придет у нас следующий на обзор. Ну все, до встречи, будьте с нами, смотрите нас. До свидания. До встречи. Играем по-взрослому.